Красноярцы снова жалуются президенту на нехватку детских садов. На этот раз письмо Путину отправили жители микрорайона Покровский. Они говорят, в очереди сейчас около трех тысяч детей, но у администрации другие цифры. Почему данные расходятся, выясняла Альфия Ремеева. Это плага, у меня второй декрет и есть возможность со старшим сидеть. Если бы не было, я не знаю, что бы я это делала. Старшему сыну Юлию Юрченко пять лет, младшему скоро исполнится два года. Да, вместо детского сада у них игры с мамой во дворе. В Покровку семья переехала три года назад. За это время добились только одного места в группе неполного дня. Туда старший сын пойдет в сентябре. В частный садик, если смотреть по госпрограмме, куда они усиленно предлагают управление образования места, получается в месяц семь-восемь тысяч в среднем плата. Тогда, как в обычном государственном, полторы тысячи. Согласитесь, разница существенная, особенно для мамы, которая сидит в декрете, у которой 60 рублей ежемесячная выплата смешная. В частные сады не хотят отдавать детей и другие родители. И дело не только в цене. Их смущает, что качество услуг никто не контролирует. Есть еще вариант. Места дают в других муниципальных садах района. По закону так делать можно. По факту родители тратят на дорогу все утром. Многим не везет. И они получают детский сад в центральном районе нашего города. Ну, мы тоже в центральном. Но не в нашем микрорайоне. Это Маркса, Марковского. И только представьте, если, например, у человека двое детей или трое, ему нужно собраться. Ему нужно туда доехать. Ну, то есть там где-то припарковаться. А если нет автомобиля, то на автобусе. Ну, это настоящее мучение. В новые дома люди заезжали под обещание застройщиков возвести детские сады. Вот один из объектов в плане. Дальше бумаги эта идея не ушла. В Покровском сейчас четыре муниципальных детских сада. Пятый объект на Караульной сейчас достраивают. Здесь могут заниматься 270 человек. Но этого очень мало, считают местные жители. По их мнению, в Покровском должно быть как минимум три новых заведения. В администрации Красноярска другие данные. Во-первых, детских садов во всем микрорайоне все-таки шесть, а не четыре. А в очереди не три тысячи детей, а одна. Считаю, только дошколят от трех до семи лет. По крайней мере, тысяча была в начале комплектования групп. Закончится оно первого сентября. Я вот обращаюсь к этим мамочкам и говорю, что 118 свободных мест в частном дошкольно-образовательном учреждении, которые на основе конкурсного отбора взаимодействуют с администрацией города, есть, и они имеют такую возможность туда обратиться. Плата их составляет 1660 рублей, как в муниципальном саду. Остаток компенсирует муниципалитет. Проблема в Покровском характерна для всех быстро растущих микрорайонов Красноярска. Первыми на нехватку мест начали жаловаться жители Солнечного. Два года ушло на общие собрания, митинги, письма властям всех уровней. Ситуация начала меняться только после обращения на прямую линию президента. Детский сад у нас начали строить буквально там в течение недели после того, как мы обратились к президенту. То есть сразу деньги нашлись у нас отстройщика, хотя там неделю назад они говорили о том, что они не будут детский сад этот строить, потому что у них нет денежных средств и вообще нет. То есть даже не планируют его возводить. Так что жителям Покровского остается ждать, что об их проблеме президент все-таки услышит. Пока строить новые сады в их микрорайоне не собираются.